всем доброе утро я уже далеко не дома и даже не около дома и не гуляю с собакой я приехала в больницу в которой вчера была и иду получать свои результаты анализов моего обследования точнее знаем что мне скажут надеюсь что-нибудь обнадеживающе не нужно вон видите здание с переходом по серединке мне нужно пройти за него и там будет мое отделение и я не знаю мне вообще надо к часу но алюшер меня привез к 11 посмотрю вот мне даже тонально еще в поликлинике болтаюсь по врачам получила свои результаты мрт доехала до своей поликлиники три с часа ждала пока меня принят хирург хирург меня принял отправил к заведующему хирургического отделения на консультацию сказал что не готов меня направлять сразу по эту операцию не хотят подумать так что сижу жду когда меня примут есть хочу зверски там уже сколько я сказала пять вечера сейчас уже не через час надо быть дома я все еще тут болтаюсь и отпуск мне запретили идет небольшой дождик очень хорошо интересно кончится когда мне нужно идти домой я наконец-то иду домой меня посмотрел зав хирургического отделения еще четыре других врача мне очень понравилось понравился их комментарий офигеть какая штука на тему того что у меня выросло внутри ну в общем отпуск я не еду в турции отменяется мне завтра сдавать анализы и ждать до двух недель результатов и после этого меня кладут на операцию вот если результат анализов хороший то может быть не оставит кусочек селезенки если плохой то мне удалят ее полностью я не знаю как живут люди без эти леденки и как я себя буду чувствовать после того как мне что-то вырежут я вообще себе этого не представляю я на операционном столе лежала один раз в жизни когда меня дыноиды удаляли в детстве и мне не самые приятные воспоминания об этом остались короче это очень странно когда вокруг тебя собирается пять человек врачей и все стоят такие а когда хирург взял мои результаты он это все читал с таким лицом вот так сосредоточено не было на его практике такого видимо я сейчас даже не боюсь того что мне придется лечь на операцию уже не расстраиваюсь из-за того что у меня сорвался отпуск и я потеряла много денег волноваться перед операцией я наверное начну вот именно перед операцией а так пока нет сейчас меня волнует то что у меня такая штука внутри которой надо удалить пока она не лопнула что бывает в жизни когда не знала что бывают такие вещи причем что у тебя внутри может вырасти какое-то образование инородное огромное как два кулака и ты даже можешь этого не заметить хотя я ношу 42 размер одежды казалось бы ну если что-то внутри появится сразу будет выпирать и это будет заметно нифига только сейчас стало заметно ужас сейчас приду домой и поем я так есть хочу зверски просто пол шифтовый уже я ничего не ела с самого утра утром кашу съела и что-то еще не помню кусок арбуза и мы поехали за результатами мрт но и жизни меня я вам хотела подводные влоги всякие солнечная турция дискотеки шоппинг показать а в итоге покажу больничную палату но надеюсь вы будете со мной поддержите меня когда это произойдет еще небось по закону подлости операцию мне будут делать тогда когда приедет мама алешира вот это будет самое весело место же позитив по экскурсиям она будет сидеть у меня в палате небось на что у меня вебинар будет через пять минут как обычно снимаю в ванной чтобы не было слышно то что я что-то говорю вот проведу вебинар и затем уже настанет ночь глубокая и я высплюсь завтра не знаю в идеале мне конечно завтрашний день хотелось провести в кроватке ну как работать но просто никуда особо не ходить и болтаться по городу но может быть придется поехать ради одной из невест марине но посмотрим хочу остаться дома не факт что получится вот такие дела у меня я закончила вебинар и сидела минут сорок и пыталась оттянуть тот момент когда мне надо будет пойти выгуливать собаку но все таки ее надо выкулить хотя бы на 10 минут мне жутко лень я не знаю почему я просто не хочу выходить дома я так и не знаю поеду ли я завтра марине или нет привет кузьма знаю что ты хочешь решить и скоро я покормлю сейчас надо будет рексу вывести покормить животных съесть кусок рвуза быть свободной и мне так лень это все делать рекса надо надеть тебе ошейник потом Feb начали и и и и и Вебинар провела, все хорошо, все хорошо, во что бы обуться. Пошли, собака. Так. И вот как я тут должна увидеть ступеньки. В дальнейшем темнота в подъезде, второй день померят вопрос, почему. Нифига не вижу. Я вот сейчас снимаю свои номеры. Я боюсь грохнуться. Ой, камера мигает, и я от этого вижу хоть что-то. Кошмар. Почему тут так? Я не знаю. Уралов, улица. Фу, как тут мокро и холодно. Бэ. Рекс, давай ты быстренько сделаешь свои дела? Собака согласила писать. Молодец, теперь еще другие дела тоже. Сделай так же быстро. Вообще, Эли Шерп обещал, что он приедет и выгуляет собаку. Но, я ему звоню, он такой, ой, я задерживаюсь, я тут с пацанами. Я приеду пол первого. Ну, блин, пришлось мне идти. Тут темно и страшно. Я вообще, я бы хотела, чтобы завтра, знаете, как мой завтрешний день идеально выглядел? Я бы хотела поспать часов до полодиннадцатого, встать, позавтракать, чтобы Эли Шерп накормил всех животных вместо меня и выгулял собаку. И потом я бы хотела весь день валяться на кровати. И полдня я бы хотела поработать, а полдня поразвлекаться, читать книжки, поиграть во что-нибудь. Короче, не напрягаться. И чтобы Эли Шерп вечером погулял с собакой и покормил ее. А днем, ладно, я согласна. И чтобы убираться не надо было. Но, вообще, ой, ну там бежит ребенок впереди. Но мне придется завтра встать в 8 утра, выйти на мокрую улицу и пойти в клинику сдавать анализы. Потому что мне надо сдать редкие анализы, чтобы исключить всякую фигню, как я уже говорила. Вот. И после этого я, может, поеду к Марине, не знаю, а может вернусь домой. Ой, как тут холодно. О, слава богу. Сейчас пойдем домой. Вот. Ну и, в общем, если повезет, буду сидеть весь день дома, но не валяться в кровати. А не повезет, поеду к Марине. Не то, чтобы я не хочу к Марине, я просто хочу поваляться в кровати. Если мне отдохнуть. Что такое? Что такое? Что так холодно? На лед. На юг не еду. Фигня такая. Значит, надо поставить себе цель поехать за границу на Новый год. Вот. У меня мечта идиота вообще. После Нового года должна быть целая свободная неделя, может, получится. Ребята, я чуть не забыла с вами попрощаться. Все, я собираюсь ложиться в кроватку, лежать, играть в телефон и читать всякие глупости. Ибо пора сполочить. Но сначала надо смыть макияж. Всем пока-пока.